Спонсор выпуска кэшбэк сервис getcashback.ru Начни экономить на своих онлайн покупках, зарегистрируйся на портале прямо сейчас. Выбирай любой китайский интернет-магазин и возвращай процент с каждой покупки. Первая ссылка в описании. Субтитры делал DimaTorzok Напротив, он очень и очень интересный. Этот телефон должен мне подойти, так как он находится в цельнометаллическом Unibody и очень прочный. А еще компанией заявлен мониторинг сердечного ритма, сканер сетчатки глаза и отличный звук. И все это можно получить за 170 долларов. Меня это зацепило, вот вам обзор. Данный смартфон предоставлен нам самим производителем, поэтому комплектация очень крутая. В комплект помимо телефона входят два крутых чехла, черный и белый. Поэтому ваш телефон по настроению может быть серебряным, белым или черным. Многим кажется, что Umi Iron копирует знаменитые бренды. Как по мне, это можно сказать про все нынешние смартфоны. Ведь невозможно заново изобрести колесо, да и в октаве всего 7 нот, но только талантливый композитор сможет создать шедевр. Umi, конечно, пока не такая компания, но модель Iron получилась очень и очень годной. В любом случае, внешний вид смартфона довольно-таки презентабельный, дешево не смотрится. Я бы назвала дизайн смартфона футуристичным, привлекающим к себе внимание. Самсунги и прочие бренды на полках наших магазинов таким похвастаться не могут, это точно. Корпус Umi Iron выполнен из алюминия и плавно скруглен к краям. Все, включая самого производителя, называют его цельнометаллическим, но это не совсем так. Вставки снизу и сверху выполнены из крашеного пластика. На ощупь алюминий не вызывает вау-эффекта, но со стороны смотрится куда лучше, чем его пластиковые собратья. Корпус толщиной в 7,9 мм при весе в 147 г ложится в руку как плитой. Лицевая сторона покрыта стеклом Gorilla Glass неизвестного поколения без единой капли олеофобного покрытия. В руке он лежит довольно-таки удобно и благодаря задней крышке из алюминия не скользит. Самой крутой фишкой дизайна являются шурупчики по краям. Вот они. Еще одной особенностью является подсветка для лет-уведомлений. По сравнению с другими моделями она крупнее и ярче. И уж точно уведомит вас о чем бы то ни было. При работе на телефоне она просто не выпадает из поля зрения. В настройках можно выбрать один из семи цветов и настроить его для любого типа оповещения. Расположение качельки громкости и кнопки питания на левом торце заставляют задаться вопросом. Как? Как дотянуться до вас? Но после непродолжительного использования смарта пальчики привыкают и иногда становишься левшой. На правом торце сдвоенный слот под nanoSIM или microSD. При желании microSD можно заменить на вторую симку. Симки с функцией DualSIM DualStandby. То есть, если вам звонят на вторую сим-карту, пока вы разговариваете по первой, то собеседник услышит не оповещение о том, что абонент не абонент, а короткие гудки, свидетельствующие о том, что линия занята. Над экраном находится разговорный динамик, многофункциональный датчик, включающий в себя толпу из датчиков, приближение освещенности, сердцебиение, акселерометр, компас, сканер радужной оболочки глаза, фронтальная камера и вспышка для нее. На задней крышке имеется глазок основной камеры на 13 мегапикселей с автофокусом и двойной светодиодной вспышкой. Ниже на крышке расположился динамик и надпись UMI IRON. Стильбук не напрягает, за них даже не стыдно. На нижнем торце разговорный микрофон и 100 для зарядки microUSB стандарта USB 2.0. Выполнен он в форме прямоугольника, так что воткнуть кабель для зарядки с первого раза – задача не для сонных. Верхний торец просверлили лишь раз, для 3,5-мм наушников. За управление смартом отвечают три сенсорные кнопки, вписанные в интерфейс. Но на прошивке 1.6 их можно заменить на хардверные. Оказалось, что зона под экраном сенсорная. Она разделена на три части, которые берут на себя роль кнопок домой, меню и назад. Без подсветки и каких-либо обозначений, естественно. Технические характеристики UMI IRON немного выше средних, но до топовых, к сожалению, не дотягивают. Это неудивительно, ибо смартфон анонсировали еще летом. И на тот момент железо было привлекательным. Дисплей IPS с диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1920 на 1080. Углы обзора максимальные, и выцветания по краям, либо при смене освещения не наблюдается. Multitouch поддерживает всего 5 касаний. По краям экрана вместо стандартной рамки используется черная каемка. Когда телефон заблокирован, складывается ощущение его безрамочности. Самым главным минусом экрана является отсутствие олеофобного покрытия. Постоянно приходится протирать дисплей, так как здесь остаются не только отпечатки пальцев, но и различные пылинки липнут к нему со скоростью света. Да и палец плохо скользит, а кинесмазанные лыжи на мокром снегу. Smart работает на восьмиядерном медиатековском процессоре MT6753 с частотой до 1,3 ГГц, плюс графический ускоритель Mali-T720. И вот тут начинаются интересности. Игры процессор на ультрах не тянет. Даже на средних вытягивает не все. Oddworld идет на средних настройках графики с подлагиваниями. GTA San Andreas ультра-настройки графики превращает в занятное слайд-шоу про негров, но на графике чуть ниже средней все нормально. Казуалки, само собой, идут на ура. Мне для игры в ферму самое оно. Большой яркий экран, чувствительный тач, все более чем прилично. В играх смартфон троттлится не сильно, но греется, будь здоров. Металлический корпус изо всех сил старается рассеять тепло, но получается как-то на троечку. Акум в уме Aero нехилый, на 3350 мАч. Несъемный. Но держит заряд батарейка некачественно. Классический стресс-тест батареи со стопроцентной яркостью экрана, всеми включенными беспроводными модулями связи и Epic Citadel на ультрах высадил аккумуляторную батарею емкостью 3350 мАч за 2 часа 51 минуту, что для такого аккумулятора катастрофически мало. При этом в начале теста Epic Citadel выдавал 28 фпс на ультра-настройках и 51,8 фпс на минималках. В конце теста ультра-настройки графики опустились до 23,1 фпс, а минималки до 51,4. Максимальная температура, до которой удалось разогреть смартфон, составила 42 градуса на батарее, но каждый из этих градусов ощущался на ладони довольно прилично. Хоть по тестам нагрев и в пределах нормы, но ощущается в руках нагрев очень сильно. Зато, благодаря металлическому корпусу, остывает смартфон так же быстро, как и нагревается. Меньше чем за минуту он снова может вернуться в пределы нормы. Но игровым смартфон назвать можно только с большой натяжкой, или если вы рубитесь только в казуалке, чтобы убить время. Батарея себя проявила довольно посредственно и в тесте батареи на живучесть. 50% яркость, одна активная сим-карта, включенный Wi-Fi и воспроизведение Full HD видео. В таком режиме смартфон прожил лишь 4 часа 51 минуту. При этом в статистике батареи есть резкий обрыв в конце где-то с 10%, что свидетельствует о некачественных материалах аккумулятора. Процессору в его нелегком деле помогают 3 гигабайта оперативы и 16 встроенной памяти, из которых пользователю доступно 12. Также можно вставить дополнительную microSD до 64 гигабайтов. Многозадачность просто супер. Система работает очень шустро, вкладки в браузере не перезагружаются, игры не вылетают, оперативки на самом деле хоть отбавляй. Но вот если с оперативой проблем никаких нет, ее просто невозможно забить на 100%, то вот где проблемы начинаются, так это у камеры. Основная камера на 13 мегапикселей, сенсор Sony IMX 214 без стабилизации. Умеет делать снимки до 19,7 мегапикселей, естественно интерполируя их словно адский сатана. Снимает она посредственно. В ZOOC Z1 стоял этот же модуль камеры, но с оптической стабилизацией, однако снимки с этих двух аппаратов это небо и земля. Стоковое приложение камеры часто выдает ошибку, независимо от версии прошивки телефона. Максимальное разрешение для видео составляет 1080p, звук пишет нормально. Из настроек камеры можно подкрутить баланс белого ISO, сделать снимок по жесту и настроить размер снимка. В темноте получается каша, при недостаточном освещении получается каша, при солнечном свете получается каша, в общем камера на троечку. Единственное, чем камера отличилась от сотен других, это невероятно яркой вспышкой, которая слепит. Фронталка на 8 мегапикселей, сенсор OmniVision OV8858. Для инстаграма снимки норм. Из особенностей можно выделить возможность ручной экспокоррекции и настройки баланса белого. Ну и конечно же, вспышка для фронталки. Вспышка для фронталки позволит всем любителям поселфиться, заниматься этим даже в самых темных местах, даже ночью. Несмотря на поддержку международного LTE, связь у Mi Iron теряет. За городом, в больших торговых центрах, за толстыми стенами. Нигде не ловит. Также отваливается Wi-Fi, без видимых на то причин. От него я такого не ожидала. Wi-Fi представлен стандартом 802.11 ABGN. Работает на частоте только 2,4 ГГц. Работает также нестабильно, иногда есть обрывы в его работе. Из прочих аппаратных фишек можно отметить наличие FM-радио и поддержку ОТГ. Благодаря магнитному компасу по карте можно определять направление движения, и единственное, что в смартфоне работает на честную пятерку, это GPS. Производитель сделал особый акцент на наличие отдельного аудиочипа. Да, в самом деле смартфон звучит очень громко, но не более того. Возможно, профессионалы и заметят разницу, но как по мне, Xiaomi Mi 4 и ZOOC Z1 звучат куда лучше, даже без отдельного аудиочипа. Но не стоит забывать о разнице в цене. Из внешнего динамика звук хороший, на максимальном звуке не хрипит и не срывается, но есть заметное перетягивание частот в сторону высоких. Разговорный динамик также адекватный, в целом ко всему звуку претензий нет. Но глядя на наличие аудиочипа в характеристиках, хотелось что-нибудь этакого. Umi Iron работает из коробки на операционной системе Android 5.1 Lollipop. Из коробки он шел на прошивке 1.5, но было много различных глюков и багов, поэтому пришлось его апгрейдить. Это делается с помощью программы RootJoin. С ее помощью можно не только следить за обновлениями, но также делать бэкапы и искать кастомные прошивки. Программа крутая, даже я смогла разобраться. К сожалению, обновление 1.6 не оправдало наших надежд. Глюков много, есть проблемы и с плеймаркетом, и с ютубом. Камера стоковая по-прежнему не работает, пользуясь сторонними. Подобных глюков у китайфонов в этой ценовой категории давно уже не было. Тем не менее, смартом пользоваться можно. Многие проблемы решаются софтверно, установкой сторонних приложений. Я понимаю, что я говорю. Из плюшек присутствует сканер сетчатки глаза, а также датчик сердцебиения. Программных плюшек в смартфоне нет, программных багов прошивки очень много. Видно, что в уме над этим работают и постоянно выходят обновления, которые исправляют мелкие баги. Не стоит забывать, что у меня тестовый образец смартфона, и возможно, что у конвейерного образца не будет ни одной из вышеперечисленных проблем. Если подводить обзор к перечислению плюсов и минусов, то плюсы в смартфоне это дизайн и материалы корпуса, дисплей, поддержка производителем прошивки на регулярной основе, необъятные 3 гига оперативы, быстродействие системы и многозадачность и звук. Минусы. Прошивка, основная камера, аккумулятор, отваливающаяся связь не только за городом, но и дома, игровая производительность, нагрев, бесполезные датчики сердцебиения и сетчатки глаза. Как видим, объективно минусов в смартфоне вышло больше, чем плюсов. Но субъективно, и это только мое мнение, смартфон неплох. Главный критерий для меня, это чтобы смартфон не бессил. Несмотря на все его недоработки и откровенные косяки, он не вызывает негативных эмоций при использовании, а его стильный футуристичный внешний вид заставляет меня простить ему многие проблемы. Смартфон Umi Iron неплохой телефон, но за свои деньги производители могли бы напихать сюда побольше ништячков. 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 Могли бы хоть оболочку программную довести до ума. Взять хотя бы Xiaomi Redmi Note 2 с тем же ценником, так ведь это небо и земля. Дизайн на твердую пятерку. Экран и процессор можно было немножко улучшить, камеры здесь совсем плохие. Плюсом является то, что компания Umi не стоит на месте. Несколько раз в год они выпускают смартфоны, которые отличаются от других. Хотя бы своим названием. То ноль, то молоток выпустили. Теперь утюг. Главное, что они отличаются от стандартных лопатофонов. Они заметны, но пока что не так известны на международном рынке. Будем надеяться, что скоро эта компания станет топовой. Ведь не даром в их названии есть рис. А рис это символ достатка и удачи у китайцев. По начинке Umi Iron типичный представитель модели среднего класса. Ну давай не будем, мне тебе не нравится. Ну че ты так как дурак. По начинке Umi Iron типичный представитель среднего класса. Но в отличие от других одноклассников, здесь больший объем оперативной памяти. Смартфон как бы пытается быть большим, чем он является на самом деле. По мне лучше бы сделали хорошую олеофобку вместо сомнительного сканера сетчатки глаза. В общем и целом впечатления от смарта положительные. Пользоваться им лично мне хочется. Все стандартные задачи он выполняет. И если бы не цена, я бы рекомендовала его всем. Не забывайте, не забывайте вступать в группу, пользоваться GetCashback. Не забывайте вступать в группу. Ну зачем он так назвался? GetCashback.ru Кэшбэк-сервис GetCashback. Как это же вообще ужасно. Лучше бы Вася Пумкин. Не забывайте вступать в группу, пользоваться кэшбэк-сервисом GetCashback.ru Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Всем спасибо за... Я не могу внимание сказать. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Моя дочь. Плохо. Моя дочь.